окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате новый платформер airhead запасайтесь булками готовьте лимонад друзья давайте взглянем на эту игру играть я буду на геймпаде как ты хочешь играть в airhead на отображение подсказки контрольные точки подсвечивать объекты взаимодействия обучения а ну пускай все будет как задумано обучение обязательно надо как же без этого у игры в стиме описание довольно забавное мы играем телом вот таким вот телом и мы должны помочь с вами воздушной голове собственно так и называется игра подойди предмет чтобы толкнуть его удерживая их чтобы схватить и перетащить предмет если в руках ничего нет ой заело этот звук шума этого толкания почему игра так не хорошо выглядит такая прям зернистая неприятно очень это неприятно что вот это такое вот что почему все такое зернистое когда появится значок подсказки нажми на левый стик чтобы открыть подсказку для головоломки чего может можно как-то вот от этого избавиться сделать разрешение больше поможет елки кошмара но все равно разрешение вот это что такое что-то даст чертова знает ну выглядит просто вот ужас наш прям по сразу же противно становится качество если понизить я этот дизеринг так ненавижу в современных играх но это прям болезнь современных игр то есть сразу видно о это новая игра потому что все вот такой вот зернистая дизеринг и так далее просто ужасно ненавижу если камень помог забраться на одну сторону поможет на другую а так мы можем его тащить ай а а а Значок библиотеки отображается при добавлении в нее новой запись. В библиотеку можно зайти из меню паузы. А это что такое? Получено достижение, не трать зря воздух. Используй баллон с воздухом, когда у тебя не успела дочитать. А зачем мне баллон с воздухом? Пока тело в одиночестве, от баллонов пользы нет. Так, а что нам говорили можно в меню паузы почитать-то? А вот сверху появилась руководство, карта, библиотека, тело, баллоны с воздухом, воздушный охотник. Так, а нам куда надо? Влево просто или что? Ну здесь я не заберусь. Ну это я просто по кругу оплыл? Или нет, или где? Нет, стоп, это я в другое место прибыл. Что это такое? Обратите внимание, что вы в любой момент можете поменять настройки для подсказок обучения подсвечивания объектов в меню руководства. Че это такое? Зачем это? Ай! А что я должен был там сделать? У существ есть свои привычки. Если вы выясните их, то, обхитрив существ, сможете пройти открывшимся путем. Что-то нужно делать с этим существом. Толкнуть в эту штуковину я не могу, она вроде ее ест, к примеру. Как-то мне сейчас не очень понятно, че делать-то. А вот здесь я могу? Нет, там я не залезу. Там мне нужно, как я был, понизу еще проплыть как-то, или вот здесь вот вверх? А ну-ка. Так, а если мы сюда? Здесь я не был, стоп. А если я... Так? Да нет, вот сюда. Подойди к предмету, чтобы толкнуть его, удерживая их, чтобы схватить, притащить предмет, если в руках еще ничего нет. Так, мне бы как-то по-быстрому бежать, чтобы вытолкать его, я понял. А да, чтоб ты был, у существ есть свои привычки, да знаю я. Мне нужно быстро сюда. А, оно не скатилось обратно. Ладно, тогда толкай. Нам, наверное, проход сейчас туда дадут, да? Да, ну все понятно. Непонятно, зачем нам, допустим, вообще вот эти вот баллоны с воздуха помышлены. Что нам с ними делать-то? Вот опять баллон с воздухом. Зачем? Не знаю. Опа! Толиана. На которой можно... Эть! Вот так. Ты кто? По-моему, он испугался. Что происходит? На, вон он внизу. Эй! А он держит штуку, но он мне не дает. Ах, ты ж скотина! Что мне делать? Так, ну только доберусь до тебя, а тебе руки-то поотрезаю, засранец. Нажми икс, чтобы поднять или бросить предметы размером с голову. Вот это бросить? Зачем это мне? Что он хочет? В него бросили что-то? Это его голова, что ли, или что? Это я не понял. Что это мы в руках держим? И что? Что-то дало. Не очень я понял. Что происходит-то? Я понятия не имею, что происходит. Какие-то каркозябры. Опять баллон. Давайте открутим, что ли. Просто так. Нажми А, чтобы запрыгнуть на платформы за телом. В смысле? Не понял, ну да ладно. Открути. Может быть, хоть что-то это даст? А это что такое? Как мне туда попасть-то? А, здесь получилось. Там только что вот тут прыгал. Не получалось. Странно. Что это такое? Какая-то жесть. Что происходит? Я не понимаю, что за жесть. А вот это и есть голова, собственно, воздушная, удерживая рта около баллона с воздухом, чтобы надуться и сохранить... Что я сделал? Что я сделал? Почему она отпала? Я могу ее снимать? Но это даже выглядит жутко. Что сейчас происходит? Что-что-что произошло? А что случилось-то? Я не понял, что случилось. Ну, я надул голову. Ну, допустим, что дальше. Ты теряешь воздух, когда двигаешься или оставляешь голову одну. Белая сфера позволяет следить, сколько воздуха осталось. Так, а что мне делать? Стоять на месте, не двигаясь? Если я буду двигаться, я проиграю. Мне вот так вот стать, постоять просто? И так я пройду игру? Или как? Я не понял. Или мне от баллона до баллона вот так вот бегать? Не, ну, это не очень приятно, конечно. А это что такое? Слышно. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть те, которые круглые, они что, нам дают возможность летать? Это гелий? Нас келем заправляют круглые. Ладно. Ага, тут я... Так, подождите, а тут я не могу пройти. Если я голову отпущу, то я проиграю. У меня закончится кислород, да? Точнее, не у меня. Мне он даром не надо, а у головы. А я почему-то завишу от головы этой. Непонятно только почему. Мы в начале игры вообще без головы бегали и не умирали. А... Ну, так выбрось голову, она тебе не нужна и даром. Пройди без головы. А почему мы зависим от головы, я не понимаю. Ну и что? Я ведь не могу ее сюда как-то протащить или что? Что мне сделать-то? Носить голову не очень удобно, потому что тебе нужны обе руки, чтобы схватиться за уступ или перетащить предмет. Ничего не понял. Но я очень надеюсь, что это не задача на время, потому что, как бы, ну, такие я вообще ненавижу задачи, когда нужно спешить-то. Вот я не могу взять ее... А, она, подождите, покатится? Так? А могу ее здесь уже одеть? Вот так, разве что? Не то, да, нет, да... Ай. Задуй ее. Ну, как-то это странно. Это все очень странно даже и звучит. И что это за панель внизу экрана, смотрите? Это тоже баг какой-то просто, судя по всему. Но мне не нравится то, что постоянно нужно ее воздухом накачивать и спешить. Я, как вы знаете, сто раз уже говорил, лучше медленно проиграть, чем быстро выиграть. Ненавижу спешку. Просто ненавижу спешку. Если спешить нужно, это плохо. В хорошую игру можно играть не спеша. Нет, ну от баллона до баллона вот это вот непрерывно бегать. Я дыхание могу намного дольше задерживать, чем вот эта голова. Это что-то странное. А что здесь делать-то нужно? Не понял. Вот это нужно... Нет, это нужно сбросить. Спасибо, что это дало. Если потеряешься, нажми, чтобы взглянуть на карту. Так а толку мне картой? Мне что, вот туда вот нужно? Так я же там был уже. Что, опять что-то туда? Да ну вы шутите. Топать туда, где я уже был, ну это прям... Это прям совсем нехорошо. Так как мне туда залезть-то? Вот эту вот штуку, ну... Голова сейчас мешать будет. Брось ее куда-нибудь. Угу, конечно. Кто ж нам позволит? Кто ж нам позволит? По-нормальному. Не, ну это прям слишком уж... Зверские ограничения по времени. Только и делать нужно, что дышать? Дышать кислородом. В реальности мы так не дышим, как здесь нужно прям. Добеги до следующего. Ты должен добежать. Ты должен принципиально. Не забывай сохраняться. Я уже сохранялся там. Не хочу еще раз. Да твою дивизию. Я не успеваю. У меня паника начинается. Беги. Нет. Мы не будем опять использовать тот баллон. Мы не попугай. Так, ладно. Последний раз пробуем. Получится, получится. Не получится, так не получится. Ну его в баню. Мне такое не нравится. Ненавижу спешить. Ненавижу, как попугают эти баллоны. Использовать. Не хочу. Мы в начале игры почему-то не поебали. И без баллонов, и без ничего. И нормально все было. Вот, почти добежали до баллона. Ну ладно, все, плевать. Ладно, ребята. Давайте мы здесь уже тогда прервемся. Потому что мне не понравилось. Мне не понравилось с самого начала. Потому что игра ужасно выглядит. Эти современные технологии. Вы посмотрите. Не знаю, после обработки будет это видно или нет. Но сейчас все просто ужасно. Этот дизеринг, этот визуальный шум. Это просто ужасно. Вся эта зернистость. Посмотрите, как это просто ужасно выглядит. Это вот современные технологии. Такие раньше вот такого не было. А теперь в каждой третьей игре вот такие вот проблемы. Это мне очень не нравится. Плюс мне не нравится, во-первых, странность вот эта вот игровая. Мы играем какой-то безголовой кракозяброй. Которая должна таскать голову. Которую не просто голову. Эту голову располовинили. Просто оторвали часть головы. А часть головы бросили. И мы вот эту брошенную часть головы таскаем. Плюс еще надуваем ее. Что за шерсть? Это странно. Это даже звучит. Я не знаю, как это описать. Без странности. Это даже по описанию очень странно. В стиме это казалось забавным. Но в игре это как-то слишком странно. Плюс мне не нравится то, что здесь прям слишком уж на время. Нужно непрерывно. Постоянно кислородом надувать эту голову. Каждые три секунды мы играем чисто от баллона к баллону. От баллона к баллону. Каждый шаг нужно рассчитывать. А я это не люблю. Лучше медленно проиграть, чем быстро выиграть. И вот в этой игре я лучше медленно проиграю. И буду играть в ту игру, в которой мне не нужно будет вот так вот спешить. Это просто не для меня подобный геймплей. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok